Всех приветствую на канале Банковский. В нашем обзоре рефинансирования ипотеки от Банка Зенит банк предлагает минимальную ставку от 7,99% годовых и максимальную сумму от 30 миллионов рублей. Вроде если вот так посмотреть рекламы других банков, ставка не самая низкая, но нужно понимать, что банк здесь предлагает ставку более честную. То есть дальше мы посмотрим условия и я поясню, что я имею в виду. В разделе условия мы видим кредитный калькулятор. Здесь можно выбрать цель кредита, регион, сумму от 500 тысяч до 30 миллионов и так далее. И здесь сразу банк намекает вот на что. На именно вот что я говорил, честность ставки. То есть смотрите, здесь все надбавки они сразу учитываются. То есть если у вас сумма кредита меньше 7 миллионов рублей, то вы получаете плюс 0,5% к ставке. То есть сразу она в калькуляторе изменяется. Если же у вас сумма кредита меньше 7 миллионов, но есть зарплатная карта Банка Зенит, тогда соответственно только прибавка идет 0,3%. Ну и соответственно ставка возрастает до 8,29%. И здесь вот банк, конечно, указывает, что расчет примерный. И данная информация не является публичной офертой. Но все ставки указаны с учетом страхования. То есть вот в эту ставку уже будет включена стоимость страхования. Не отдельно, как другие банки, которые там, например, у меня там 6% рефинансирования ипотеки. Но при этом там, допустим, плюс еще там 2-3%, 4% в уме, это еще страховка. Здесь уже со страховкой указаны. Поэтому стоит воспринять вот это вот предложение более-менее серьезно. Ну и то, что касается условий. Здесь сумма кредита от 500 тысяч до 30 миллионов рублей для недвижимости в Москве, Московской области или в Питере. И от 500 до 15 в других регионах. Ну это связано, понятно, со стоимостью недвижимости в столицах. Срок кредита это от 3 лет до 25 лет. Ставка, соответственно, от 7,99 годовых, как бы на общих основаниях. От 8,99 при залоге жилого дома с земельным участком. И от 9,99 при залоге коммерческой недвижимости. Соотношение сумм, то есть до 85% при залоге квартиры, до 70% при залоге жилого дома и до 75% при залоге коммерческой недвижимости. То есть получается, что рефинансировать можно ипотеки с разными объектами недвижимости совершенно. И здесь банк делает акцент на этот дифференцированный подход. Информация для заемщиков здесь в общем виде изложена. Требования к заемщику гражданства, регистрация по месту жительства на территории РФ и работа на территории РФ. То есть не распространяется на неработающих пенсионеров. Что банк говорит о том, что у нас пенсионеры неработающие тоже могут претендовать на данный продукт. Требования к рефинансируемому кредиту. То есть он должен быть в рублях, получен заемщиком в стороннем банке, должен быть обеспечен залогом. Это как водятся общие такие требования. Срок обслуживания не менее 6 месяцев. Срок до полного погашения предоставленного первично на приобретение недвижимости не менее 36 месяцев. И целевое назначение соответствующее. И за последние 180 дней действия кредита не было просрочек длительностью свыше 30 дней. И за предшествующий период общее количество просрочек не свыше 90 дней. То есть, чтобы вы понимали, это очень лояльные условия. То есть есть банки, которые вообще без просрочек только принимают. Есть у которых там просрочки не свыше недели, а здесь вот такие вот показатели. И что импонирует, что банк их сразу же расписывает. То есть приводит в том виде, в каком они есть. Документы здесь. В общем, ничего особенного. Не хочу я их озвучивать. То есть паспорт тут и прочее, прочее. То есть документ, подтверждающий доходы. Опять же, если зарплатный клиент здесь, как бы будет послабление определенное. Ну и документы по рефинансированному кредиту. То есть это тоже можно посмотреть, если всерьез заинтересуетесь данным займом. Ну и по страховке здесь тоже пару слов следует сказать. В случае отсутствия страхования жизни и потери трудоспособности, ставка по кредиту увеличивается на 2%. Это если вы отказываетесь от дополнительной страховки. Ну а от основной страховки тут отказаться не получится. Она обязательно. То есть объект недвижимости страхуется обязательно. То есть скорее всего у вас страховка была в предыдущем банке. И она просто продолжит действовать. В целом, если оценивать данный продукт, могу сказать, что это очень хорошее предложение при любом раскладе. Несмотря на то, что ставка кажется большой. Но когда вам приплюсуют в другом банке, который там обещает 6%, все вот эти вот надбавки, оно выйдет еще дороже, чем то, что предлагает банк Зенит. Поэтому посмотрите, изучите условия более подробно. Сравните их с другими условиями, которые предлагают другие банки. Как бы рассмотрите индивидуально свою ситуацию. То есть подойдет вам или не подойдет. Ну и соответственно уже делайте окончательный вывод. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучший финансовый продукт. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. И всего вам хорошего.